Здравствуйте! Доброе время суток! И с вами я, Михаил Шилов. В этом видео я хочу рассказать вам о мобилизации в рамках нормальных и физиологических амплитуд среднего и нижнего грудного отделов позвоночника. Почему сразу два? Потому что в тех упражнениях, которые я сегодня покажу, они задействованы непосредственно оба. Их вообще трудно разделить, потому что со средней и нижней отделы позвоночника селективно очень трудно прорабатываются. Зона перехода между ними, она относительно подвижна. Поэтому, в принципе, когда разделяют грудной отдел позвоночника на верхний, нижний, средний, на верхний, средний, нижний, то это условно. Больше того скажу. Когда в прошлом видео я показывал, как прорабатывается верхний грудной, одновременно с ним, конечно, безусловно, прорабатывался и средний грудной. Поэтому на средний у нас как бы получается больше проработка. Поэтому можно вообще говорить о том, что сейчас я буду показывать упражнение на нижний грудной, но при нем также задействован и средний грудной отдел позвоночника. Смотрите, все очень похоже на предыдущее видео, где мы прорабатывали верхний грудной. Очень все похоже. Смотрите, мы ставим с вами руки точно таким же образом, но если мы, когда верхний грудной прорабатывали, аж прям подмышки поднимали, да, руки, чтобы зафиксировать именно зону верхнего грудного отдела. Сейчас мы ставим руки по срезу ребра, то есть нащупываем ребра, вот ребра. И по нижнему краю ребра мы ставим руки. Ставим их таким образом, опять же, чтобы локти смотрели четко в сторону. Не назад, не вперед, а четко в сторону, ровно. Со спина прямая. Ямочку вот эту вот, ложбинку в позвоночнике убрать, выпрямить. Как будто приложили теннисный стол к спине. Или мы к следе прислонились. Вот руки постойки. Выпрямили спину, расправили плечи. И точно так же начинаем, как и при верхнем грудном отделе, поддергивать вверх локоть и плечо. С одной стороны, а другой вниз опускать. Вот таким вот образом. Руками мы жестко фиксируем, да, то есть мы на ребра нажимаем достаточно сильно. Вдох мы делаем в одну сторону, выдох в другую сторону. То есть так. Здесь мы тут-туда больше, наклоняемся мы больше. Вверх мы чуть-чуть, а плечами, вот здесь мы как бы наклоняемся. Наклоняемся. Мы вытягиваем позвоночник таким образом. Мы наклоняем и вытягиваем. Наклоняем и вытягиваем. Наклоняем и вытягиваем. Вот так вот. Вот так вот работает. Вот таким образом. Наклон и вытяжение. Наклон и вытяжение. Значит, вдох, выдох. И наоборот. Вдох в эту сторону, выдох в эту сторону. Также можно прорабатывать спокойно, медленно все на выдохе. Здесь вдох в середине. Выдох. Это что касается позвоночника. На самом деле есть еще нюанс. Я как бы забегу вперед очень серьезно. Когда мы работаем не только над позвоночником, а еще и хотим сделать одновременно массаж внутренних органов. И мобилизовать из организма дополнительную кровь. То есть это когда бывают повышенные нагрузки физические предстоит. Например, длительный бег. Или лазни по горам. Или мы нырять собираемся. Нам нужно, чтобы из печени селезенки, как из депо крови, вышла дополнительная кровь. То есть ретроцитарное вышло масло дополнительное. Тогда все делается наоборот. За пределами того мини-курса, что я сейчас даю, это лежит. Но тем не менее я это могу показать. Когда мы наоборот делаем выдох в середине, а здесь делаем вдох. То есть как сказать. Вернее мы на вдохе наклон делаем. И что получается. У нас при этом диафрагма запускается вниз. Она давит на внутренние органы. И мы еще сокращаем мышечереберные мышцы. И диафрагмы и мышечереберные мышцы даем на печень. Получается массаж печени внутри. То есть мы ее массируем, стимулируем оттуда выброс крови. То же самое. Опять мы вернулись. Делаем выдох, вдох. Это на селезенок уже больше. Вот таким вот образом. На самом деле все просто. Если вы делаете вдох в одну сторону, выдох в другую. А потом вы это меняете. То получается, что вы успеваете и позвоночник проработать. И поработать над и печень, и селезенкой. Поэтому рекомендую я всякие, когда наклоны мы повороты делаем. Все равно все-таки делать не через середину. Через середину делают люди, у которых есть действительно повреждения позвоночника. То есть или больной позвоночник или травмы. То есть реально. И надо лечить. То есть уже проблемы есть какие-то серьезные. Там надо делать все через середину, медленно. То есть в середине выдох. Или вдох. И на выдохе спокойно. Плавное движение. Пауза. Таким образом. Если же проблем нет, то все делается быстро. Вдох в одну, выдох в другую. Потом поменяем. Вдох в одну, потом в другую. Значит убиваем сразу друг зайца. Дальше. Вперед-назад. Можно все наоборот. Можно сначала вперед-назад. А потом в сторону. Движения в принципе равноценные. Но вперед-назад конечно чаще встречаются. Поэтому может быть для тех, кто впервые делать начинать. Лучше начинать с бурги физиологично. То есть когда вперед-назад поработаем. Хотя они равноценны. Такие движения. Такие. А также и сам серединки между ними. Когда чуть-чуть вперед направимся. И одновременно в сторону. Мы делаем очень часто. Так что тут проблем нет. Вот. Опять ставим руки на ребра. Опять локти четко в сторону. Видите? У меня видно и грудь и спину. То есть от локтя видно выступает и спина и грудь. Нет такого, что видна только грудь. И не видно спину. Или наоборот. Таким образом. Видно только спину и не видно. Вот. Четко. Опять же на ребра. Смотрите. Здесь мы что делаем. Поднимаем голову и делаем вдох. Голову поднимаем сильно высоко. И сводим лопатки. И при этом прогибаемся в пояснице. Но не выводим вот так вот таз вперед. Таз остается на месте. Просто прогибаемся в пояснице. Не выводя вперед таз ни в коем случае. Вот. И вперед. Ссутуливаемся. Идет подбородок сюда в еревнюю ямку. Вырезку еревнюю. Максимально сводим вперед локти и далее на ребра. И спину закругляем максимально. Делаем всю спину кругом. Вдох. 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 Здесь таз примерно. Промежуточные положения. Как обычно вы уже поняли. Я это раньше показывал. На вращении. Можно поставить руки сюда. То есть на ребра. Ну я для себя выработал, что можно делать. Таким образом, вы знаете, что важно? Важно, чтобы таз стоял на месте. Да, поясничный и грудопоясничный переход будут работать, ну поясничный это дело работает, и грудопоясничный переход. Но не будет работать поясница так, как если бы вы вращали больше бедра, торс весь. Здесь у нас четко фиксированные бедра. Я специально в камеру это не показывал, чтобы показать, что то, что внизу, оно не работает. Забудьте, потому что ниже пояса сейчас. Это тема со следующего видео. Там уже будет именно таз, там будет уже поясница, сейчас нижний грудной отдел. И смотрите, что мы делаем. Можно руки держать таким образом, не на поясе. Нет, не на поясе. Вы поймите, где вы руки держите, в общем-то, по сути, там и происходит ваше вращение. Особенно, если вы руки фиксируете достаточно плотно. Можно вращать таким образом. Бедра вставлены на месте, руки здесь стоят. Вдох, когда назад проходим, то есть вот спереди вдох. Кто себя хорошо контролирует, тому руки, в принципе, не нужны здесь. Здесь нужны, когда все эти упражнения делаем в верхнем отделе. На вращение я уже давно не применяю, мне не очень удобно держать их. Я полноценный прорабатываю, когда руки внизу. Но очень важно не двигать поясницей, а работать только в одном отделе. И другую сторону тоже. Опять же, здесь можно следовать тому же правилу, как я показывал и на шее. То есть начинать с амплитуды маленькой, а потом амплитуду делать больше. С амплитудой маленькой начинать, потом делать амплитуду больше. Вместе с головой. Вот таким вот образом. Все, по сути, все. Есть еще различные типа повороты. Помните, я показывал, да, повороты при верхнем грудном отделе. При этом повороте амплитуда очень маленькая. Прорабатывая средний, нижний грудной отдел и особенно поясничный, амплитуду можно развить очень большую. Поэтому то, что я сейчас покажу, это для тех, у кого проблем нет. Либо уже вы давно занимаетесь и у вас очень стойкая ремиссия, либо проблем нет во спортом. Занимаетесь вы просто профилактируете проблемы, чтобы их вообще никогда не возникло. Поворот. Бедра фиксированы на месте, не вращаются. Руки стоят перед грудью, мы поворачиваем только плечи. Здесь мы плечи поднимали вверх, и у нас позвонок вытягивался и поворачивался. Позвоночник вытягивался и поворачивался. Здесь мы делаем поворот. Опять же, мы себя контролируем на этом уровне, где стоят локти. Поворачиваемся только в этом уровне. Голову тоже поворачиваемся. Смотрите, надо следить за тем, чтобы в пояснице, вот здесь поворот не шел. И уж тем более, чтобы не поворачивались бедра. Нужно бедра зафиксировать. Не поворачивать, только плечи. Вдох точно так же. Вдох в одну, выдох в другую. Вдох в другую. Вдох в другую. Вдох в другую. Вдох в другую. Если у вас вообще все на колено, то довольно быстро все делается. Потом вы меняете дыхание. Вдох в одну, выдох в другую. Если же вы начинаете, иногда чуть-чуть быть аккуратней, то есть аккуратничаете, то можно работать через середину. То есть вы делаете вдох и на выдохе делаете поворот и сберет. Вдох на вводку. Или даже еще мельми. Обязательно поворачиваем голову. Тогда присоединяется самозадвигательная синергия, то есть вы амплитуду Во-вторых, вы дополнительно прорабатываете шею. Теперь я покажу, как это все делается в реальном времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Все. Видите, как быстро и просто. Увидимся в следующем видео. В следующем видео будет поясничный отдел позвоночника. До встречи. Всего доброго. Продолжение следует.